Много сладкого нельзя. А почему? Потому что что может слипнуться? Ребят, всем привет! Привет! Наша семья опять на связи, все в сборе. Сегодня у нас сладости. Тайские вкусняшки. Сегодня мы будем пробовать тайские вкусняшки. Мы сходили в магазин, в Big C опять. И набрали вкусняшек. Просто прошлись по полкам, там их очень много. Выбрали самое, то что нам посчиталось вкусное по виду. И мы сегодня будем пробовать дегустацию тайских вкусняшек. И в конце скажем, что нам больше всего понравилось. Мы заварили чай. Запаслись чаем, потому что сейчас будет сахарный удар. Запаслись вот такой дощечкой с ножика, потому что будем кое-что делить. Потому что все нам не съесть. Если все попробуем по штучке, то мы... Лопнем. Лопнем. Ну давайте приступаем. Что будем пробовать? Хорошо, давайте. Давай. Подожди. Как это называется сначала? Свет Рэмбо. Короче, будем пробовать свет сладкого Рэмбо. Рэмбо. Мармелад. Я думаю, что мармелад. Мягкий. Он очень мягкий. И не сильно сладкий. Я, ребята, очень не люблю сладкие всякие вещи, поэтому с меня дегустатора никакой. Нет. Так, ну что, вкусно? Он не слишком сладкий, не слишком ароматизированный. И не слишком твердый, потому что у нас в Китае мармелады все твердые. Твердые. Да, вот этот... Очень мягкий, да? Поля правильно сказала. Мне, кстати, действительно, он очень понравился, то что он не сильно сладкий. Есть вкус ягодки. Да, это, по-моему, малинки. Перебора нету. Кстати, я бы оставил вот здесь вот вкусно. Потом мы так определимся. Дальше. Вот это. Поля выбирает. Я вот это хочу. Да, подожди, покажем, что это такое сначала. Так, это выглядит примерно вот так. Это кола. С вкусом кола. Выглядит это вот примерно вот так. Пахнет колой очень. Кола пахнет до сих пор. Там такие шарики. Это кубничные шарики. Мне, допустим, вот эти больше понравились. Пока что нам понравились сердечки. Мармелад. Сейчас запробуем сначала все мармелады. Йо-йоу. 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 Это мы с Павлиной, кстати, выбирали. Это конфетки. Конфетки. Здесь конфетки ассортир. Я открыла уже. Лимон. И я открыла. Линограда. Вот это, понятно. Мне такая же конфетка. О, как вкусно пахнет. Вкусно очень пахнет. И она такая мягенькая, когда в руках лежит. В общем, опять, ребята, желейки. У меня апельсин. Ммм, как вкусно. Ммм, как вкусно, как сладко. Ммм, как вкусно, как сладко. Ммм, я не любитель. Сладко. Первое самое вкусное жилье. Надо запивать. Сильно сладко. Следующее. Вот это. Окей, приступаем. Вот такие вот кексики. Топ. Вот такая вот упаковочка здесь. А в конце мы будем просто кушать сладости. Безгранично. Нет. Нельзя много сладкого есть. Внутри посмотрите, какое пирожное. Вот так оно отделяется. Посмотрите, как оно пахнет вкусно. А, просто шоколадный удар. Пахнет шоколадом. Вот шоколадом пахнет, да. А внутри вот такая вот розовая штука. Прошу. Ну, как я и предполагала, тесто немного похоже на чокопай. Вкусно. Я все равно вкусно. А сейчас, ребята, будем пробовать тайский чокопай. Представляете, мы что наши на полках. Обычно чокопай. Он чокопай такой маленький. Да это не подделка, а просто местный производитель. Молоденький. Не, бисквитный. Просто тожно. Очень много шоколада. Очень похоже. Ммм. Блин, шоколад не шоколадный. Шоколад невкусный. Он не помал. Я тоже вкусно. И шуфле он не тянется, как у оригинального чокопая. Я бы его поставил невкусное. А тут верните. Он у нас будет стоять на этой стороне, где все вкусно. Что следующее? В общем, у нас получается три шоколадки. Оно одинаковое название. Вот это со вкусом печенья. Это со вкусом молочного шоколада. Это со вкусом миндаля. Мы их уже пробовали все. Они нам очень понравились. Больше всего на мой вкус мне понравилось со вкусом печенья. Мне тоже очень понравилось. Да. Покажи, что вот у него именно такой пористый. И вы знаете, эта шоколадка стоит 88 бат. Мне кажется, это совсем недорого для такой большой шоколадки. Сейчас попробуем по вкусу как он. Шоколад, а внутри прям крошки орева. Очень вкусно. Почему он такой вкусный? Мы его уже ели. Мы его упали в прошлый раз. Мы просто маленькие батончики брали, видимо? Нет, мы вот такой большой брали. А где я был, когда вы его ели? Да хватит, пап. Ну давай, давай еще. Я тоже. Папа, хватит. У нас еще вот две шоколадки. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Шоколад очень вкусный. Молочный. Внутри попадается печенье. Очень вкусно. Закончили дегустацию мы этого шоколада. Шоколад очень вкусный. Нам всем он очень понравился. Катя говорит 80 бат, 150 грамм весит. Я считаю, что за эти деньги очень дешево и очень много, да? Да. Очень качественный, хороший шоколад. Я бы его поставил на первое место. Ставим? Да. Первое место пока. Предлагаю попробовать этот шоколад в других вкусах. Молочный и миндальный. Молочный вкус. Милка написана. Без всяких примесей. Обычный молочный шоколад. Но вкусно. Да. Второе место. Следующее. Хочу уже, хочу уже. Как вкусно. С орешком поинтереснее. Мне не попалось. Любой орешек. Мне не нравится. Мне нравится. Почему? Мне нравится орешки. Средненько. Окей. Третье место мы дадим. Что следующее? Шоколадный батончик. Откуда? Желез? Да. Это, скорее всего, жевательные конфеты. Ммм. Виноградные. Жевательные конфеты, ребята. Это не мармелад, а жевательные конфеты. Очень вкусно. Один в один фруктео. Коля любит мамбу. Оля любит мамбу. Туда. Нет. А пока мы жуем, выбираем, что мы будем еще откушать. Вот это я буду. Нестле. И, кстати, написано здесь, что произведено в Малайзии. Покажи. Какие интересные штучки. Ммм. Как пахнет. Пахнет шоколадом. Шоколад. И внутри... Вафля. Да, вафля. Ммм. Очень вкусно, да? Шоколадное печенье, облитое шоколадом. Шоколадные хлопья. Да, так вот. Вернее, как хлопья, наверное, да, сказать там? Только шоколадные хлопья какие-то воздушные. Но... Ответы с шоколадом. Достаточно вкусно. Да. Шоколад очень вкусный. Хлопья очень вкусные. Вот такие батоночки мы уже пробовали. Внутри, ребята, шоколад. Он прям тянется. Он прям тянется. Как тянется? Что это? Ну, прям... Это карамель, наверное, там. Карамель, да. Вокруг карамели, внутри шоколад такой мягкий. Мы до этого пробовали другой. Мне тоже больше понравилось. Внутри вафля. Карамель. Воздушный рис. Угу. И облитое шоколад. Шоколад такой... После тех шоколадов такой соусо. Угу. Шоколад сабль. Это лайк. Это очень вкусно, да? Понимаете? По мне, так, там шоколада практически нет. Он такой и есть шоколад, но он некачественный. Поэтому я бы его так. Да. Я тоже. Я тоже. Это очень вкусно, но просто после хорошего шоколада это есть не хочется. Дальше. Они здесь повсюду продаются. Кто? Здесь из супермаркета. Они одинаковые сейчас? Они практически одинаковые. У них начинка у одного темная, у другого светлая. Вот там так внутри. Это коричневая вафля, а это беленькая такая. Кстати, это похоже на бунтон. Тут прямо такой рис. Еще бы было... Воздушный рис. Ммм, как вкусно. А тут, по-моему, шоколад. Более качественный, попробуйте. А я пока чай налью. Карамель прям тянется такая, вот тянется. Я бы сказал, что этот бутончик повкуснее, Кать. Повкуснее, чем тот мне не понравился. Мне тоже. Мне тоже. Финя какая-то, шоколад какой-то невкусный. Нет, это не понравилось. Сейчас в сторону. Вы невкусные. Можно сразу в мусорку. Что следующее? Вот это. Вот это. Тим-там. Называется упаковочка. Вау. Ну, пахнет шоколадом, якобы. Налетаем. Налетаем. Ой. Там три вафля. Мне много будет. Невкусно. Нет, и сапники тоже. Честно, невкусно, я не буду. Мам, держи, я не буду. На, Поль. Мне понравилось. А мне почему-то нравится. Внутри вот это тесто очень вкусное. Да, и внутри какая-то помадка даже. Мам, это не вкусно. Кофейная. Вкусно, ну, Поль, да? Да, очень вкусно. Вкусное печенье, мне очень понравилось. Забиваем. Ой, я уже не могу. Так вкусно. Дальше я вот это. Я не могу столько сладко. Ты знаешь такое слово? Надо. И на сегодня последнее у нас сладость. Наконец-то. Хорошо? Я бы буквально половиночку, если можно. Ох, какое рассыпчатое печенье. Да, мы уже пробовали такое. Рассыпается прям. Вкусненько? Ммм, как вкусненько. Внутри такие вставочки шоколадные. Я бы сказал, что вкусно. Вкусно? А, кстати, я знаю людей такие, которые любят сладкое и еще сладким чаем. Вау, это вообще удар. Да? А Папалюта у нас делает, когда это вы... Да, она ест конфеты и сладкий чай с сахаром. Она сама так делает? Сама. Или она банкает? Сама. И нам так же. Баба Люда. Баба Люда. Много сладкого нельзя. Нельзя. А почему? Потому что что может сликнуться? Попочка. Вот так вот. Ну и все, ребята, на этом дегустация закончена. Сейчас мы выставим наших всех фаворитов и вернемся. Все, ребята, мы выставили наших самых фаворитов. Вот единогласно всем понравился вот этот шоколад. Очень вкусный, как я уже говорил, недорогой. За свои деньги. И очень много. Первое место. Первое место. Потом дальше идет второе, третье место. Этот же шоколад, только маленькие батончики и разновидность вкусов. Дальше нам понравилось вот такое вот печенье. Мило. Шоколаде, что ли, я не знаю, как его назвать. Вот, в общем, вот это у нас тле зелененькое. Мило. Нет. Очень вкусно. И нам понравятся вот эти вот печеньки. Да. То есть вот такие кексики, я бы сказал, очень вкусные. Они прям похожи на выпечку в магазине. Только здесь получается эта выпечка из коробки. Очень вкусно. Кексики. Дальше. Из желеек нам очень нравятся вот эти желейки. Очень вкусные. Они сильно сладкие. Вот такая сладость нам понравилась. Здесь со вкусом колы. Здесь написано кола. И из печенья. Из печенья, да. Нравится вот это. Понравилось печенье. И... Ну, мне вот это больше всего понравилось. Вот из этих сравнений. И вот это печенье тоже очень вкусное. Вот это вот. Тим-там. Тим-там. Ну, все, ребята. На этом дегустация закончилась. Желудки полные. Во рту все вяжет от сладкого. Ну, я думаю, что вам это видео понравилось. И вы тоже сделали свой выбор. Подписываемся на наш канал. Ставьте много-много лайков. Ставьте свои лайкусики. Подписывайтесь, я сказал уже, да? Да. Ну, и всем пока. Пока.